У них не так проблематично, например, на пусках в школу, на пусках дополнительных занятий. Если мы еще будем грузить их нашими взрослыми проблемами, то я думаю, что здорового ребенка мы точно не получим. Поэтому я просто вас, как родителей, призываю, и где-то и внутри семьи, и вот в школе, и где-то во внешней среде, стараться находить положительные моменты. А их, поверьте, совершенно немало. Я сегодня рассказала о достижениях нашей школы. И вот у нас сегодня в гостях депутаты городского собрания, депутатов Чебоксарского городского собрания, депутатов Кригер, Владислав Валерьевич и Андреев Евгений Николаевич. Я хочу им предоставить слово и думаю, что мы внимательно их прислушаем. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня было рассказано, что это только один год. И мы за это время, о котором я вам поговорила, мы не затронули весь спектр этих достижений. А эти достижения, они же на протяжении всего 25-летия. Да, о чем-то он говорит. Давайте скажем громадное спасибо директору школы, педагогическому составу. Если вы не слушали, вы настолько горд всем этим, что передать вот это вот все, даже не хватает эмоций сейчас проговорить. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете. Делаете каждый день настолько... Как бы вы не изучали эти первые места, это же за каждым из них стоит громадный труд. Труд педагога, труд наших детей. А это родители, да. Своих отчих. Нет, чрезвычайный город за то, что мы озвучили сегодня громадное вам спасибо. Дорогие родители, я думаю, вы не будете возражать, если я зачитаю небольшое уступление, которое по большому счету приворчено в выборах 18 марта. И здесь пересмотрелся краткий отчет, который был проделан в городе Чуваксар, совместно с населением города Чуваксар, депутатами в частности. Ну, мы все знаем, что Чуваксар – это столица Чувашия, часть Великой России, развитие города неразрывно связывается с тем, что происходит в стране. Сегодня мы поговорим о том, что удалось сделать за последние годы. Россия – великая держава. Исторически сложилось, что легко стране не было никогда. И сейчас есть трудности, но главная – стабильность. Страна встанется и улюбилась. Россия вновь стала сильной державой. Путин – самый сильный президент, его признают влиятельным человеком в мире. С ним считаются. Выросла обороноспособность страны. Служить в армии стало очень престижно. В вооруженных силах России служат 11 тысяч уроженцев. Мир знает, что способны наши вооруженные силы. Дальше, например, того послужил антиротеррористическая операция в Сирии. Это важно не только для сельницов, это важно и для нас. Президент Путин не раз отмечал, если бы и ГИЛСов не разбили там, на родине, завтра не пришли бы к нам Российскую Федерацию. Символично, что годовщину рассоединения Крыма с Россией мы будем все отмечать 18 марта 2018 года. И в этот день нам предстоит главное политическое событие – выборы президента страны. Главное, что мы теперь точно знаем, сильный президент – это сильная Россия. Нельзя думать, что внешняя политика нас не касается. Несмотря на сложности во внешних взаимоотношениях, Россия не просто выстроила, страна продолжала развиваться и развита. Это принципиальная позиция президента страны. Трудно? Да. Но это значит, что нужно больше и лучше работать людей для всех нас. Что изменилось в Чапоксарах за последние 5 лет? Во всем, что было сделано в городе, огромная заслуга всех чапоксарцев, всех вас. Без федеральных программ город не смог бы реализовать крупные проекты. Нам нужны школы, нужны больницы, нужны дороги. Еще 5 лет назад в городе мы только мечтали о бассейнах и спортивных комплексах. А сегодня они есть в каждом районе города, в шаговой доступности. Также в школах, в детских садах. Это настоящий прорыв. Построено 6 физкультурно-оздоровительных комплексов. Долгожданными стали ФОК на Игерском бульваре, ФОК «Спартак», Центр развития «Манкюрбайк». Наша общая гордость – ледовый дворец Чапоксара-арена. Полностью соответствует требованиям континентальной хоккейной лиги. Эта площадка не только для спорта. Там проходят культурно-массовые мероприятия для горожан. За 5 лет город Чапоксара укрепил статус одной спортивной статистики России. Мы принимаем мировые европейские первенства. У нас проходят международные форумы. А самое главное, у каждого жителя есть возможность заниматься физкультурой и спортом. И это мы чувствуем. ХК «Чапоксара» достойно представляет наш город на арене российского хоккея. Команда «Чапоксарский Ястреба» стала серебряным призером чемпионата России в Суперлинии 2. Энергия детей и подростков направлена в нужное русло. И мы это чувствуем. Президент страны принял решение о продлении действия программы материнского капитала. Расширена сфера его использования. Малообеспеченные семьи получили возможность использовать средства от капитала в виде ежемесячных выплат. За 5 лет в Чапоксарах более 20 тысяч семей получили материнский федеральный капитал. Глава Чубашия Михаил Игнатьев подписал указ о продлении этого указа до 2021 года действия регионального материнского капитала. Детей в городе становится больше и больше. И нас это радует. При этом все дети с 3 лет входят в детские сады. В Чапоксарах переконструировано и построено 20 детских садов. Всего создано более 12 тысяч новых мест. Ликвидировано очередь с 3 лет. В этом году начинается строительство двух детских садов в микрорайонах Новогорода на 160 мест. Соленое на 220 мест. Открыло свои двери детям школы в микрорайоне Гладково. Приступили к строительству такой же школы в микрорайоне Голос-Хитри. В 2020 году в новую школу в микрорайоне Новогорода пойдут учиться 1600 детей. Планы строительства школы в микрорайоне Садовой и университетской. Также в Чапоксарах завершена программа переселения из аварийного жилья. Строительство нового жилья велось в течение 5 лет и очень ударными темпами, что в принципе мы все видим. На сегодняшний день снесены 131 дом. Построено 14 многоквартирных домов. 6 тысяч жителей Чапоксар из аварийного жилья переехали в новоустроенные квартиры. В Чапоксарах застраиваются 16 новых микрорайонов. Это более 4 миллионов квадратных метров, что позволит обеспечить жильем 205 тысяч человек. Формируется новый архитектурный облик города. Но сохранена историческая часть и культурное наследие. В майских указах 2012 года президент Путин поставил задачу нарастить объемы жилищного строительства. Эта задача в Чапоксарах успешно выполняется. Сейчас жилья в нашем городе строится много тысячи квартир в год. Улучшается дорожная сеть в нашем городе. Особенно много удалось сделать благодаря федеральной программе. Безопасной и качественной дороге. В Чапоксарах в прошлом году отремонтированы 27 улиц. В 2018 году запланирован ремонт 35 участков дороги. Средства на это уже выделены. В частности, в нашем микрорайоне построено в 2018 году 1650 метров. На 2018 году опланируется около 800 метров. Быстрыми темпами ведется реконструкция Московского моста. И мы это видим. В этом году мост будет полностью достроен и открыт. Где больше всего проводят мероприятия наши дети? Где дышат воздухом пожилые люди? Во дворе, в парах, в сперах. Эти территории должны быть комфортными. Только в прошлом году в Чапоксарах выполнено благоустройство 25 дворовых территорий. Установлено 50 игровых и спортивных площадок. Благоустроены три общественных пространства. Сквер имени Иванова, территория перед домом МОД и сквер перед торговым домом АВАЗ. В результате все мы здесь видим. Городом с Чапоксарцев стала Московская набережная. На сайте вы видите, да и сами хорошо помните, как были на Московской набережной еще совсем недавно. Сейчас набережная самое любимое место отдыха горожан. Здесь есть детские и спортивные площадки, тренажеры, велодорожки, удобные сходы к пляжу, уютные кафе и так далее. На берегу Волги стало по-настоящему комфортно. А зима показала, что Московская набережная и в зимний период служат прекрасным местом активного отдыха. Мы все долго ждали такого подарка нашему городу. И он удался на славу. Новых комфортных территорий станет в городе еще больше. В Чапоксарах идет отбор общественных территорий, подлежащих благоустройствам в 1918 году. Для удобства жителей голосования за лучшие проекты благоустройства будут организованы 18 марта в том же здании, где находится избирательный участок. Какие общественные пространства будут благоустроены решать горожан. Их всего будет 4. В исключении хочу обратить ваше внимание, что многое зависит от нас с вами. А при поддержке федерального центра и президента России мы сможем намного больше. Сегодня такая поддержка у нас есть. Важно ее сохранить. 18 марта нам предстоят выборы президента России. Это право и возможность каждого из нас внести свой личный вклад в будущее нашей страны, республики города Чапоксара, будущее наших детей. И сделать это очень просто. Нужно только прийти и проголосовать. Сильный президент, сильная Россия. Большое вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все для того, чтобы вы достигли успеха. 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 Продолжение следует...